Патриотическое воспитание молодежи – одно из важнейших направлений общеобразовательной программы, так считают преподаватели Брестского политехнического колледжа. А потому из года в год организовывают для своих студентов познавательные встречи. Для того, чтобы урок мужества остался в памяти ребят, а информация лучше усвоилась, в гости к ним в этом году были приглашены люди, не понаслышке знающие о высокой цене мирной жизни и благополучия народа. Народный хор имени Николая Шощица. Музыкальный коллектив студенты учреждения образования встретили по-особому. Для исполнителей они самостоятельно подготовили военные песни и стихи, таким образом показав, что тема волнует и молодое поколение. Мы уважаем память ветеранов, чтим память и будем всегда приглашать на такие праздники наших ветеранов, родных, всех, кто нам дороги. Я считаю, что данное мероприятие нужно проводить, чтобы почтить память ветеранов, которые отдали за нас свою жизнь, и чтобы отблагодарить тех ветеранов, которые сегодня пришли к нам, чтобы посмотреть, какое мероприятие мы для них приготовили. Музыкальный коллектив не остался в долгу. После вступительного слова руководителя народного хора Олега Нероды, вокалисты исполнили старые, но такие знакомые каждому песни. У незнакомого поселка на безземянной высоте. В этот день добрые песни, в числе которых Катюша вставает страна огромная, на позиции девушка провожала бойца. Вместе с ветеранами войны и труда пели студенты политехнического колледжа. В зале создалась особая атмосфера, стихи военных лет направляли в далекое прошлое. Своим примером гости встречи показали, что значит патриотизм в широком понимании слова, к чему следует стремиться подрастающему поколению. Ветеранов войны осталось очень мало. Я думаю, у нас даже есть те люди, которые прошли конституционные лагеря детские. У нас есть участник, который прошел с первого по последний день блокаду Ленинграда. Я думаю, они тоже могут что-то сказать. Они на сегодня хорошо участвуют в нашем коллективе, они поют, они работают, они показывают своим жизненным примером, как надо вообще, какую патриотическую позицию надо держать в нашей стране. Пусть слово ветерана осветит помыслы и души. Именно так звучала тема урока мужества. Его участниками стали студенты всех курсов политехнического колледжа. В этот день они смогли стать ближе к истории, восполнить имеющиеся пробелы. И самое главное, пообщаться с ветеранами войны и труда. А это поистине ценный урок, который непременно пригодится им в жизни. Историю свою каждый должен знать. Если нет истории, значит нет будущего. И я думаю, что дети, если принимают участие в таких мероприятиях, значит и отношение к родителям, отношение к старым людям и к молодым людям, ну воспитывается какое-то отношение. София Бережна, Евгений Просналь, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.